Приветик не спящий и все остальные любители дверей и облаков в форме сердца. Русская. Говорить что-то на китайском. Можно её? О, можно. Кайф. Содержит некоторые, что-то там не успел прочитать. Укуси камень. Чаптер 1. Поехали. Лёжа в траве, я разглядывал облака, неспешно плывущие по голубому небу. Белые, пушистые, разные причудливые формы. Дракон, черепаха, ракета, замок, рыбка, топор. С одной стороны, они казались такими миленькими, а с другой очень величественными. Задумавшись об их размерах, я почувствовал себя букашкой. Так. Интересно, думает ли о чём-то похожем муравей, как раз заползший мне на руку. На нём был красивый розовый банк-цветочек, так что, наверное, это девочка. Привет. Поздоровала себя. Девочка муравей не ответила. Удивительно. Вместо этого она наклонила голову и укусила меня. Ай, больно, что я тебе сделала? Возмутилась я поведением девочки-муравья. Захотелось стряхнуть её, но я подумала, что она может пораниться. Ну, хватит кусаться, новых друзей так не заводят. И тут наше недлительное знакомство разорвал порыв ветра. Ой. Её сдуло. Надеюсь, это не окажется чем-то вроде смертельного падения с обрыва. Прощай, девочка муравей. Вместе с тем ветерок принёс прохладу и аромат цветов, растущих на поляне. Вдохнув полной грудью, я снова посмотрела на небо. Вот вам всем. Кажется, как же всё-таки красиво и спокойно. Солнечные лучи ласково греют кожу, не давая замёрзнуть. Трава под спиной мягче любого матраса. Безмятежность. Это место слишком уж идеально, чтобы существовать. Сознание уплывает вместе с речкой, шумящей неподалёку. А что это за место? Мои глаза закрылись. И я начала погружаться в сон, как вдруг послышался голос. Привет. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Извините, а кто это? Девочка муравей. О, здорово, ты не ушиблась, когда падала. Я муравей, а мы такие лёгкие, что не можем удариться, откуда бы ни упали. Ничего себе, даже с самолёта? Да, но на такой высоте я бы сразу замёрзла насмерть. А если ты наденешь тёплую куртку? Тогда, наверное, всё будет хорошо. Вот это да. Муравей крутые. Кстати, зачем ты меня тогда укусила? Ты злишься? Нет, я не могла говорить и решила так поздороваться. Понятно. Хотя это было больно. В следующий раз лучше просто помаши лапкой. Хорошо. А теперь поговорим серьёзно. Кто ты и что тебе от неё нужно? От неё? От девочки. Я не дам навредить ей. В таком случае у меня тот же вопрос. Не собираюсь отвечать, пока не узнаю твоих намерений. Аналогично. Ясно. Ясно. Тогда я не могу позволить ей проснуться. Ладно, я просто часть её воображения. Голос в голове. Нет, мы помолчим. Помолчим, я сказал. Интересно, она долго будет спать? Видимо, долго. Врёшь. Я бы это сразу заметила. Уверена? Уверена. Значит, ты заслужила подсказку. Заслужила подсказку, что за высокомерие мы здесь не шарада играем. Восемь тонких лапок по тебе ползут. Лучше их не трогай. Они тебя спасут. Ты меня вообще слышишь? Лапки. Ай. Говоришь о том муравье? Как это с тобой связано? Я только выбираю заготовленные фразы. Диалог заходит в тупик. Представим, что его не было. Мои глаза закрылись. Я начала погружаться в сон, как вдруг послышался голос. Эй. Его не сложно узнать. Эй. Хватит спать. Приключения ждут. Я открыла глаза, приподнялась и посмотрела в сторону голоса. Он принадлежал моему другу Кирхиллу. И как этот мальчик умудряется каждый раз меня находить? Я не спала. Захотелось из вредности обмануть его. А что ты делала? Надо придумать что-нибудь умное и важное. Я медитировала. А? Это как? Это когда ложишься, закрываешь глаза, расслабляешься и ни о чем не думаешь. Значит, спала. Подытожил Кирилл. Да нет же. Он ничего не понял. В общем, идем, я тебе лучше дверь покажу. Дверь? Зачем мне ее показывать? Это необычная дверь. Мы ее сегодня с Димой и Машей нашли. Она золотая? Нет, деревянная. И чего в ней такого тогда необычного? А то, что она стоит прямо посреди утеса? Нашего утеса? Ага. И правда странно. Самое главное, что кроме двери ничего нет. А стоит она как вкопанная. Ну, она, наверное, действительно вкопанная. В общем, прикинь, стоит дверь посреди нашего утеса. Красная. И больше ничего. Круто. А может, это вы ее туда вкопали, чтобы пошутить надо мной? Какая эгоистичная. И в красной покрасили. А в чем здесь шутка? Не знаю. Я глянула на него с подозрением. Опа. Че? Апдейт? Ты как высралась вообще? Уйди. Идем уже на дверь смотреть. Ну, а Кирилл схватил меня за руку и потянул в сторону леса. Ай, погоди ты. Не так быстро. А? Уже через минуту мы оказались в лесу. На смену спокойствия дневной поляны пришла загадочность лесных теней. Но не жутких, а скорее сказочных. Тут и там скрипели деревья. Послушался крик какой-то птицы. Воздух стал более серым и прохладным. Вот только сполна проникнутся атмосферой и мешал один факт. Мы неслись как у Карелы. Ноги начали заплетаться. Стой, Кирилл, я сейчас упаду. Потянув на себя руку, я попыталась затормозить. Из-за чего мы рухнули и покатились кубарем. Ай, ой, ай. Ой. Так мы и умерли. Конец. Кириллу пробило голову острой веткой. Она вонзилась ему прямо в глаз и вышла из затылка. А я обо что-то вспорола живот. Девочка за дерево. Все органы вывалились и разлетелись по сторонам. Если б меня попросили описать это одним словом, я бы сказала бурлеск. Звучит эффектно и красочно. Сознание медленно покинуло разум. Агония прекратилась. Конец. Че? Шучу. Не думайте же вы, что девочка так безразлично отнесется к смерти друга. А почему нет? На самом деле они выжили, встали и отряхнулись. Не ушиблась? Все тем же бодрым голосом спросил Кирилл. Нет. Недовольно пробубнила я. Ну, ты чего? Мы ведь могли умереть. Не, главные герои не умирают. Они бегут, падают, катятся навстречу приключениям. Как ты надоелся своими приключениями. Я обиделась. Он даже не извинился. За что ему извиняться? Иначе получится просто-напросто скучно. Между скукой и сломанными ногами я выбираю скуку. Вот зануда. Сдалась тебе эта дверь. Зачем так спешить? Затем, что я не могу проиграть Диме. Это дух соперничества. Так вы друзья или соперники? И в чем он собрался соперничать? Одно другому не мешает. А есть ли различия между обычной дружбой и дружбой с соперничеством? Конечно есть. Какие? Так, допустим, мы попали в племя туземцев. Я, ты, машинь. Где мы здесь найдем племя туземцев? Я же говорю, допустим. Включай фантазию. Хорошо, что дальше? Это не просто туземцы, а кровожадные туземцы-людоеды. Почему у тебя обязательно все всегда кровожадные? Всегда. Круто ведь. И в общем, они нам говорят драться насмерть. Не буду я с тобой драться. Вот именно. Я знаю, что ты не станешь драться. А потому героически убьюсь, сделаю себе харакири. Как мило. Хотя нет, опять кровожадно. С Машей я поступлю так же, но не с Димой. Мы сойдемся в поединке и проигравший с честью примет поражение. Он не будет злиться, ибо мы друзья-соперники. Ясно. Точно? Да, если тебе не терпится, можешь бежать вперед. А я отдохну и приду чуть позже. Ну ладно. Радостно сказал он и умчался, бросив на прощание. Только берегись лесных монстров. Нет в этом лесу никаких монстров. Наверное. Вот блин. Бросил одну, еще и напугал, прежде чем убежать. Не выйдет из него порядочный джентльмен. Почему он вообще за мной приходил? Разочарованная его поведением, я села на бревно. Бревно село на бревно. Оно скрипнуло, хрустнуло. И проломилось подо мной. А, это что такое? Я упала во что-то липкое. Паутина. Я вся в паутине. А когда я снова открыла глаза, увидела на своем животе громадного паука. Какой кошмар. Привет, паучок, ты же добрый, да? Красный череп на черном брюшке и весь его вид говорили об обратном. Ну, у вдовы, во-первых, она там не водится, а во-вторых, у вдовы крест на брюхе. Он, по-моему, снизу. Черт. Он сейчас ее укусит. Уверен, этот паук ядовитый. Но почему он такой большой? Разве подобные у пауки вообще существуют? А, неважно. Надо как-то стряхнуть его и сбежать. Не, ну, я однажды встречал огромного, огроменного, реально огроменного паука. Он, наверное, с башку мне был размером. Но это было в лесу. В глубоком, глубоком, дремучем лесу. И он там вил себе паутину над дорогой. И он реально был огромный. Я осторожно нащупала в паутине палку. Ну и мерзость. У меня только одна попытка. Паук продолжает неподвижно сидеть. Раз. Я сконцентрировалась и напрягла руку. Два. Резко и четко. Три. Я взмахнула палкой и попала по пауку. Так он же не двигался. А! Из-за неудобного положения руки получилось так, что я стряхнула его прямо девочке на лицо. И он незамедлительно укусил ее в левый глаз. А! Я потеряла контроль над телом, а девочка с воплями схватилась за паука, отодрала его от своего лица и бросила в сторону. Из-за боли она начала выцарапывать глаз. А! Больно, бабочка, помоги! Жгучее, режущее чувство разошлось по всему телу. Девочка забилась в конвульсиях. Изо рта потекла кровавая пена. Я не смогла ей помочь. Вместо этого я сделала только хуже. Я бесполезна. Из-за превышения болевого порога ее сознание отключилось. Вскоре бешеный стук сердца прекратился. Она умерла. В этот раз конец настоящий, и если вы хотите все изменить, придется начать сначала. Возможно, вы где-то сделали неверный выбор. Например, захотели рассказать больше необходимого, и какой-то диалог сошел в тупик. Я тебя понял, игра. Ты хочешь сначала? Хорошо. У меня есть пропуск. Спокойной ночи. Спасибо. Хотя говорить спокойно ночи и днем немного странно. Ну, значит, добрый день. Эээ, здравствуйте. Привет. Приятно познакомиться. Взаимно, но мы ведь даже не представились. Точно. И я... Нужно ввести имя, нажать инпут. Ну, в смысле, энтер. Я... Я 123. Добрый день, 123. А меня зовут... Как бы... Забыла? Ага. Не волнуйся, со мной тоже бывает. Правда? А я уже забеспокоилась, что это странно. Давай, пока не вспомнишь, будем звать тебя девочкой. Ты ведь девочкой? Думаю, да. А вот и решили. А теперь поговорим серьезно. Кто ты и что тебе от нее нужно? От нее? От девочки. Эээ... Тут же вопрос. Это все было аналогично. Эээ... По-моему, это все было. Пока-пока. Постой, я ведь сказала, что не дам ей проснуться. Ся. Эй. Мне послышался знакомый голос. Хватит спать. Приключения ждут. А пропускать не дает. О, дает. Так, они умерли. Паук или... Постойте-ка. Восемь тонких лапок по тебе ползут. Лучше их не трогай, они тебя спасут. Значит, голос говорил о пауке. Эй, вредный голос ты тут? Ау. Прием, прием. Молчит. Может, у меня крыша поехала? У съехавшей крыши съехала крыша. Забавно. Но нет. Голосец предсказал встречу с пауком. Сама бы я так не смогла. С другой стороны, легко просто взять и заявить о восьми лапках. А я потом увижу паука или что-нибудь восьмилапое и скажу «Ага!». Предсказание сбылось. К тому же паук сидит неподвижно, а должен ползти. Слишком уж все это подозрительно. Если хочешь сделать предсказание, в которое поверят, то говори прямо. Такой-то, такой-то день, в такое-то время, девочка сядет на друхлявое бревно, провалится, и ей на живот соползет паук. Не трогай его, он хороший. Тогда бы сомнений не осталось. Хотя еще неясен умысел голосом. Даже если он видит будущее, возможно, он специально скажет не трогать паука, чтобы тот укусил девочку. Нет, если бы он знал будущее и хотел навредить ей, то как раз тогда выложил бы все точно и без мути, чтобы убедить меня последовать его совету. Или голос предвидел такой ход мысли и хочет меня запутать. Сложно. А паук все еще неподвижно следит за мной. И как же ты должен спасти ее? Ладно, отдам контроль девочке, пусть сама решает. Эм, паучок, не кусай меня, хорошо? Даже если просто хочешь поздороваться. Мне будет очень больно. Давай лучше дружить. Я медленно притянула трясущуюся руку к цветочку. Лежавшему рядом. И подняла его. А потом осторожно надела пауку на голову. Эм, он даже не шелохнулся. Вот так. Теперь ты выглядишь намного милее. Голубой тебе к лицу. Эм. Кажется, мои слова его смутили, потому что он слегка покраснел. Эм. А череп на брюшке сменился голубым сердечком. Ой, слушай, может ты тоже девочка? А я все вон да вон. Эм-эм. Теперь на брюшке появился рисунок девочки. Почему-то человеческой. Видимо, девочку-паука изобразить сложнее. О, я так и знала, что ты девочка. Ты такая милая. От этих слов паучок покраснело еще больше. Прости, прости. Совсем выгнала тебя в краску. А, еще у тебя есть имя? Как тебя звать? Снежинка? Тебя зовут Снежинка? Приятное имя. А я... Не успела я закончить, как Снежинка ускакала в лес. Какая быстрая. Я поднялась на ноги. Наверное, она не любит болтать слишком долго. Да и мне уже было пора идти на утес. Таким образом, у меня появилась новая подруга. Добравшись до места, я сразу наткнулась на дверь, о которой мне рассказывал Кирилл. Красная с черной ручкой. Я ожидал увидеть что-то обычное, старое, обшарпанное, но это выглядело зловеще. Словно из кошмаров. Раньше ее здесь не было. Интересно. Еще интереснее, куда все подевались. Я думала, что должна встретить их на утесе, но их нет. Возможно, они уже нашли себе новое развлечение. Или это все-таки шутка. И они притащили двери самостоятельно, чтобы напугать меня. Ровно в этот момент из-за нее послышались шорохи и скрипы. Я напряглась. Хорошо, если дверь сейчас распахнется, и оттуда с криками выскочит Кирилл. Куда хуже, если с той стороны вылезет нечто страшнее Кирилла. Да не, бред же. Эй, кто там? Крикнула я, набравшись смелости. В ответ раздался неясный звук. После чего из-за двери показались два зеленых банда. Сразу за ними объявилась голова хозяйки. Маша, привет, что ты там делаешь? Несмотря на стандартную жизнерадостную улыбку, ее лицо показалось мне чуточку заспанным. Так что ответ напрашивается сам собой. А? Я подумал, а если облокотиться на дверь, будет удобно сидеть и смотреть на пейзаж с утеса. И как удобно? Скорее, да, чем нет. Дело в том, что сидеть вот так на краю оказалось довольно страшно. Но ты все равно стала сидеть. Какая смелая. А, нет, я просто уснула. Э, ясно. Ну так, где остальные? Маша многозначительно посмотрела на дверную ручку. Только не говори мне, что они... Что? Что они там? Я указал отрисущейся рукой в сторону двери. А-ха-ха. Не-а-ль. Смеяться по-бабски это перебой. Ты ведь не считаешь ее чем-то вроде прохода в Нарнию, да? Мы, конечно, просто дурачились, но где-то глубоко в душе у меня действительно было такое чувство. Они сказали, что идут на базу за инструментом. За каким инструментом? Не знаю. Маша пожала плечами. Тогда давай подкараулем их и напугаем. Выдвинула я предложение. Постой. Я осталась ждать тебя, чтобы кое о чем спросить. Попросить о чем? Маша замелась. Не могла бы ли ты попросить Зиму... Спросить Зиму, какие девочки ему нравятся. Сказав это, она покраснела как помидор. Чего? Зачем? А ты как думаешь? Думаю, что за тем самым. За каким еще тем самым? За всякими любовными штучками. Ты представила поцелуи, да? Как в фильмах? Да. О, это же мерзко. Вот именно. Я только собирался узнать, кто ему нравится. Понятно. А Кирилла тоже спросить? Что? И вот и зачем? Этот балбес мне неинтересен. Правда? А я к ним примерно одинаково отношусь. И к тебе. Это просто потому, что ты слишком правильная. Обычные люди расставляют эти, как их там, приоритеты. И ты? Конечно. Разгиняй, Кирилл из всех вас троих для меня на последнем месте. По-моему, это нечестно. И ему будет обидно. Вот я об этом и говорю. Девочки! О чем вы там спорите? Внезапно раздался голос Кирилла, заставив нас вдрукнуть. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Ага. Она выбрала культурную версию выражения, хотя, как мне кажется, имела в виду немного грубую. Надеюсь, Кирилл не подслушивал. Мальчики вышли из леса и стали рядом. О, привет. Хорошо, что ты пришла, а то мы уже начали беспокоиться. Поздоровался Дима. Говори за себе. Возразил Кирилл. Мы объяснили ему, что нельзя было тебя одну в лесу оставлять. Добавила Маша. Но Кирилл утверждал, что ты сама можешь о себе позаботиться. И с его стороны это был такой жест доверия. Хватит распространять лишнюю информацию, лучше смотрите, что мы принесли. Он сменил тему и гордо показал нам дриль. Ого. Я говорю Диме, нафига нам такой жалкий ломик, если у нас есть мега дриль. Во-первых, где ты умудрился найти дриль, а во-вторых, куда ты и собрался ее подключать. Маша взяла в руку болтавшийся провод. Эээ, в смысле? Я как-то не подумал. Гордость исчезла с лица Кирилла, и он озадаченно посмотрел на дриль. Именно поэтому я все же взял этот ломик. Нет, стойте, можно ведь и без электричества, будем просто бить дрелью по замку. Зачем? Дрель круче ломика, вот зачем. Ладно, пойдем, покажешь. Как ты собрался нерабочей дрелью, замок открывать. Вдруг согласилась Маша. Сейчас ты поймешь, насколько глубоко заблуждалась. Перед уходом она на мгновение показала глазами... Вернее, посмотрела в сторону Димы, как бы намекая, что сейчас самый подходящий момент. Мне тоже интересно посмотреть. Он уже был, развернулся и пошел за ними, но я окликнул его. Дима, постой, мне нужно кое-что спросить. А, что такое? В общем, это... А какие девочки тебе нравятся? Я постаралась задать вопрос максимально естественно. Максимально естественно! Появилось ощущение, что я предаю Диму, играя на стороне Маши. Его брови поднялись вверх, он приоткрыл рот, немного подумал и снова закрыл. А тебе зачем? А просто так, интересно. Тогда даже не знаю, ничего конкретного. Совсем ничего? Ну, ты можешь предложить свой вариант, а я скажу, нравится мне или нет. Ха! Наколол. Хорошо. Тогда, к примеру, девочка с длинными светлыми волосами, желтыми и зелеными глазами. Узнала ему улыбчивая и спокойная, но иногда чуточку заносчивая. Дима нахмурился. Еще с зеленым бантом и в зеленом платье. Решил я дополнить описание для большей точности. Ты про Машу? Кажется, перестаралась. Теперь я подставила Машу. Зачем они меня в это втянули? Нет, нет, ни в коем случае, мало ли таких девочек. Почему-то он выглядел разочарованным. Так что ты думаешь? Исходя из твоего описания, а еще учитывая черты, которые я бы добавил к перечисленным. Какие? Неважно. Я был бы всегда осторожен с такой девочкой и ждал подвуха. Это не совсем то, на что я рассчитывала. А-а-а! Раздался крик. Мой палец! Как же больно! Наверное, Кирилл снова ударил себя по пальцу. А я говорила тебе не держать ее так. Игнорируя их, Дима продолжил. Окажись, в нашей компании эта девочка, я бы молчал, пока от нее есть польза. Но при необходимости избавился. О, рациональненько. Подытожил он, улыбнувшись, как ни в чем не бывало. Его слова шокировали меня. Конечно, могло оказаться, что Маша не в его вкусе. Тогда бы она расстроилась, но я бы что-нибудь придумала. А это совсем другое. Избавился, подобное уже граничит с ненавистью. Скорее всего, он просто не очень хорошо пошутил. А-а-а! Ура! Получилось! Вот она сила, мега-дрели! Она сработала, что я говорил! Кирилл опять закричал. Похоже, они смогли открыть дверь. Какая еще мега-дрель? Это я вот здесь что-то нажал, и она открылась. Пойдем посмотрим. Спокойно предложил Дима и направился к остальным. Я пошла за ним. О как! Смотрите, смотрите! Я пробовала нажимать на них, но ничего не выходит. Зато их можно вытаскивать и менять местами. Давайте заберем каждый по одной. Чур мне с черепом! Дурак, ты же сам хотел открыть дверь. Наверняка это ключ. Скорее всего, их надо выставить в правильном порядке. И как вы собираетесь его угадывать? Тут всего четыре картинки, так что комбинаций не очень много. Тоже верно. Да, но их еще можно вставить боком или вверх ногами. Тогда вариантов становится еще больше. Никто не будет делать перевернутый ключ. Это смотрится криво и ни капли не впечатляет. Но зачем вообще делать ключ, который так легко отгадать? А ты представь, что за тобой гонится, ты подбегаешь к двери и начинаешь разгадывать комбинацию. Да тебя десять раз поймать успеют. Ой. Получается, этот ключ выполняет свою задачу только в тех ситуациях, когда у человека нет времени. Точно. Это экстренная дверь. Она даже цвета красного. Появляется, ты забегаешь в нее и сразу исчезаешь. Да вернее, исчезает дверь. Чего же она тут стоит уже несколько часов раз экстренная? Ломалась. Пока они спорили, я думала о снежинке. Она показывала мне именно эти рисунки. Сердце снежинка девочка череп. В каком порядке они были на ней? Дайте попробую. Я подошла к двери и начала расставлять таблички. Я прекрасно помню, что там было. Ой. Вот так точно? Да. Череп, прорвав паутину, я напугал ее, и это была угроза. Сердце я подарила цветочек, и мы подружились. Девочка, она оказалась не пауком, а паучихой. Снежинка, так ее зовут. Может быть, я надумал о себе этот разговор, а паук показал шифр. Но зачем? Нет, нельзя сомневаться в других. Снежинка моя подруга. Готово. Прозвучал щелчок. Угадала? Кирилл схватился за ручку и покрутил. Не, все еще заперто. Что, если щелчок означал минус попытку? Тогда бы он раздавался после каждой смены табличек. Она держала их в руках, пока переставляла. Возможно, попытку засчитывают только когда вставлены все. Я уже пробовала менять две штуки местами, но щелчка не было. Значит, надо переставить все четыре. Кхе, пардон. Вырвалась. Она не трогала ту, что с рисунком девочки. Тоже не подходит. И тут, прямо посреди рассуждений, таблички въехали в дверь, а картинки загорелись красным. Офигеть, все-таки, значит, угадала. Угадала? Верится с трудом. Ты знала порядок заранее? Мне показала его Снежинка. Кто такая Снежинка? Теперь они жмутся. Цвета меняются. Выходит, комбинаций значительно больше. Так что за Снежинка? Подождите, пожалуйста. Я начала подбирать цвета. Я, к сожалению, нихрена вот цвета уже не помню. Я помню, что сердечко было розовым. Это точно было красным. Это точно было... Блин. Нет, это было синим, это розовым, это белым. Череп и так был красным. Его оставляем. Сердечко было голубым, потому что ей идет голубой. Девочка была пурпурной. Розовой. Видимо, Снежинка решила, что это самый девчачий цвет. А сама Снежинка была белой с голубоватым оттенком. Тут все просто. Вроде верно. Щелкнуло что-то еще, и деревяшка, под которой были кнопки, закрылась. И осторожно повернула ручку. Дверь, тихонько скрипнув, поддалась. В тот же момент нечто толкнуло ее с другой стороны. Невероятно сильно отбросив меня на пару метров. Ай-яй-яй. Трава смягчила падение, но я все равно сильно ушиблась. Затаив дыхание, все посмотрели в дверной проем. Вместо неба и океана, на той стороне мы увидели густую тьму. Примерно в этот момент каждый из нас понял, что дверь открывать не стоило. Но было уже поздно. Что там такое? Кирилл задал, вернее задал вопрос, ответ на который знать не очень-то и было весело. Хотя и не факт. Скорее всего, ничего хорошего. Напряженно произнес Дима. А-а-а! Заряжала вдруг Маша, пытаясь отодрать что-то от своей ноги. Она схватила меня! Схватила, помогите! Первым опомнился Кирилл. Бежим! Надо бежать! Не успел он сделать и шагу, как тут же упал на землю. А-а-а! Меня тоже схватили! Это руки! Они лезут из земли! Прокричал Дима. Такое сложно поверить, но его слова оказались правдой. Из земли вылезла бледно-серая рука и схватила меня за лодыжку. Ай-яй-яй! Затем еще одна и другая. Все больше рук обхватывала меня, не давая пошевелиться. А-а-а! Как только я закричала, одна из рук крепко зажала мне рвот. В нос ударил отвратительный запах. За привкусы горечи подступила рвота. А-а-а! Все, что я могла, извиваться и мычать. Руки оказались в такой же ситуации. Что делать? Что здесь вообще происходит? Растерявшись, я не успела вмешаться сразу. Хотя от меня в данной ситуации польза ровно столько же, сколько от девочки. Точнее говоря, ноль. Так, для начала нужно успокоиться. Вдох-выдох. Такой гадкий запах. Не обращай внимания. Успокойся. Опа. Хорошо. Необходимо трезво мыслить, анализировать ситуацию, искать путь к спасению любой ценой. Стоило мне перестать дергаться, как руки немного ослабили хватком. Но повернуть голову и посмотреть, что с остальными все равно не выходило. В этот момент одна рука появилась из темноты, обхватив дверную раму. Затем вторая. Показались очертания пасти. Третья рука. Множество заостренных зубов. Раз это существо не убило всех сразу, велика вероятность, что оно хочет сожрать нас живьем. Еще пара рук, и оно показало себя. Отдаленно напоминает изуродованную голову младенца. Не уверена, как с этим бороться. Мама. Внезапно монстр заговорил. Мама. Может быть, оно... не до конца выросло? Хотя и не факт. Тогда у меня есть шанс. Мама, они все здесь. Я их чувствую. Это бред, или оно действительно обращается к своей матери? Пасть существа раскрылась. Широко. Прямо как буква О. Только с зубами. Не зря говорят, что это самая страшная буква. Внутри показалось с трудом различимое лицо человека. А вот, как я понимаю, и мама. Здравствуйте, дети. Поздоровалась женщина без капли эмоций в голосе. Ваша повседневность стала слишком однообразной. Поэтому я решила провести конкурс. Какой к черту конкурс? Вы рады? Не особо. Уверена, что рады. Все дети любят конкурсы. Будет неудобно участвовать в таком состоянии, так что я отпущу вас. А вот это уже радует. У меня появится хоть немного пространства для маневра. Но знаете, если кто-то заговорит без разрешения, или сделает что-нибудь странное, то я всех убью. Ну да, куда ж без этого. Ясно. И с ней не бывает. Она и правда способна убить любого из нас за долю секунды. Плохих мальчиков и девочек ждет смерть. Главное, чтобы это поняли остальные. Если хотите задать вопрос, вам надо подтянуть руку и дождаться разрешения говорить. Прямо как в школе. А теперь я отпускаю вас. От моего рта наконец отцепилась эта зловодная рука. Другие руки тоже разжали пальцы. Но не все. Те, что держали, ноги остались. Значит, в ее конкурсе нам не нужно будет передвигаться. Выводы делать рано. Хотя и не факт. Надо внимательно слушать. Не упуская деталей. От этого зависит жизнь девочки. Я мельком глянула по сторонам. Остальные тряслись от страха. Но паниковать и делать глупости, к счастью, не стали. Конкурс называется «Смертельное голосование». Объявила женщина. Он поможет вам укрепить узы дружбы. Суть конкурса ясна из названия. Но давайте я объясню подробнее. Каждый из вас имеет право на один голос. Голосовать надо за смерть товарища. Если не хотите, можете не голосовать. Далее расклад такой. Вариант один. Никто из вас не проголосовал. Тогда у каждого я оторву по конечности, но все останутся живы. Рука или нога, левая или правая, я буду решать сама. Вариант два. Голосование состоялось. Набравшего больше всего голосов я убью. Те, кто отказался голосовать, тоже умрут. Проголосовавшие останутся целы. Вариант три. Проголосовали все, но голоса распределились по два. В таком случае ничья первой версии. Я убью обоих. Вариант четыре. Двое проголосовали против друг друга. Двое воздержались. Ничья второй версии. Умрет каждый. Проголосовали все, и голоса распределились поровну. Ничья третьей версии. Победила дружба. Все останутся целы. Опа. Подожди, это как? Проголосовали все, и голоса распределились поровну. А их трое. Эээ. Ну ладно. На этом все. Если во время голосования кто-то попытается заговорить или подать знак, я убью каждого. Жульничать нехорошо. Как я уже говорила, если возникнут вопросы, можете поднять руку и дождаться разрешения говорить. Но и тут есть условия. Поднять руку можно только раз. К тому же, если вопрос покажется мне несущественным, я сочту его за попытку повлиять на остальных. И все опять-таки умрут. У вас пять минут на принятие решения. Поехали. А, стойте. Давайте для верности перечислим участников. Так. Кирилл, Маша, Дима и последняя, но не менее важная, девочка. Вот теперь можете начинать. Что значит начинать? Я уже несколько минут взвешиваю ситуацию. Думать ты мне не запретишь. Это очень похоже на передачу «Слабое звено». Я слишком с ними недавно знаком, чтобы решать, кто умрет. Хотя мне, в общем-то, пофиг. Прежде всего, необходимо прикинуть риски. Первый вариант отпадает сразу. Если проголосует хоть кто-нибудь, то девочка умирается 100% вероятностью. Пускай даже голос будет не за нее. Значит, отказываться голосовать нельзя. С этим определились. Теперь надо решить, за кого именно голосовать. Даже проголосовав наугад, я повышаю вероятность победы на 25%. Хотя нет. При равных голосах умирают оба, плюс кто-то все же может отказаться от голоса. Слишком сложно. Надо просто выяснить, за кого, скорее всего, проголосуют другие. Я прокрутила в голове события этого дня, и у меня появилась идея. Эй, голос, ты же строишь из себя предсказателя? Попробуй отгадать, что я выберу. Только имей в виду. Я все равно поступлю по-своему. В этот раз твой выбор ничего не изменит. Но если угадаешь, я начну верить тебе чуть больше. Хотя и не факт. Что, не хочешь? Голосовать не отвечать. А, время идет! Ну и молчи дальше. Уже не уверена, существуешь ли ты. В любом случае, надо же с кем-то своими мыслями делиться. Блин, сначала придется начинать. Надо было сохраниться. Поэтому будем считать, что ты все-таки существуешь. Только пониженный до обычного слушателя. Хотя и не факт. Смотри же, первый вариант выглядит самым правильным. С точки зрения дружбы. Верно? То есть мы как бы отказываемся голосовать за убийство друзей и верим в их честность. Никто не голосует и все остаются дружными инвалидами. Хэппи-энд, не так ли? Но почему тогда эта женщина сказала победила дружба, предлагая именно пятый вариант? Может быть, это ее извращенное видение мира? Дружба в ее представлении, когда всех ненавидят поровну? Нет. Я с ней согласна. Первый вариант равносилен бездействию, побегу от проблем. Настоящая дружба проявляется в пятом варианте. И вот почему. Для того, чтобы каждый набрал по одному голосу, мы должны идеально знать и понимать друг друга. Мы должны безо всяких жестов и слов угадать чужой выбор. Я посмотрела на остальных. Кирилл плакал, Маша словно скалилась на женщину, а Дима натянута улыбался, видимо притворяясь, что как всегда спокоен. Приступим. В лесу Кирилл рассказывал о боях с туземцами, о том, что не стал бы трогать девочку с Машей. Но без сомнения сразился бы с Димой. Он хоть и плакса, но своих принципов держится. Цель его голоса ясна изначально. Переходим к Маше. Судя по всему, ей нравится Дима. И ровно так же раздражает Кирилл. Если подумать, хорошо, Кирилл голосует против Димы, Маша голосует против Кирилла. Получается так, пока что. Как позже предостерег меня Дима, она вполне способна пойти на подлость. И скорее всего она выберет Кирилла. То есть этот против него, этот против нее, она против него. У них получается поровну. А девочку тут вообще лишний элемент. Остается Дима. Не знаю, чем его обидела Маша, но он прямым текстом заявил, что готов избавиться от нее. Соответственно, она и станет его выбором. Что мы в итоге имеем? У каждого из них по одному голосу. Казалось бы, надо просто указать на того, кто нравится девочке. Меньше всего. Но она говорила, что относится к ним одинаково. И это проблема. В этом заключается ее понимание дружбы. В равенстве, а значит, мне необходимо спасти всех. Я посмотрела на женщину и подняла руку. Что ты хочешь спросить, девочка? Поинтересовалась она, предварительно зажав остальным уши. Могу ли я голосовать против самой себя? Уверенным тоном задала я вопрос. Можешь. Даже не удивившись, ответила женщина. Спасибо, это все. Ну что, голос, ты ведь уже понимаешь. Я проголосую против самой себя. Тогда у каждого будет ровно по одному. Все останутся целы и невредимы. Время истекло. Объявила женщина. Я по очереди выслышаю ответы и после этого сообщу результат. Бледные руки плотно зажали девочке уши. Так сильно, что даже больно. Она не слышала ничего, кроме собственного пульса. Сначала ответил Кирилл, потом Маша, затем Дима. И вот пришла моя очередь. Каково твое решение, девочка? Без сомнений. Я отказываюсь голосовать. Что? Не... Что? Нет. Принято. Я не... Я не... Да хотела сказать. Как она, девочка, вмешалась? Думала, я не знаю о тебе. Прежде... Ты всегда помогала и защищала меня. Поэтому я искренне благодарна и считаю тебя своей подругой. Ты... Но... Но я не могу позволить тебе решать в этот раз. Ведь ты не права. Настоящую дружбу подразумевает именно первый вариант. Ради дружбы каждый должен чем-то пожертвовать. Нельзя только получить, ничего не отдавая. Даже самой простой дружбе тебе необходимо жертвовать. Как минимум своим временем. Твоя ошибка в том, что ты считаешь первый вариант слишком рискованным. На самом же деле риск этого варианта нулевой. Каждый из нас, несомненно, выберет его. Не допуская возможности другого развития событий. Да не подумай, я не боюсь голосовать против себя. Просто таким образом я окажусь единственной проголосовавшей и убью нас всех. Это какой-то бред. Ты пожалеешься на своем выборе. А теперь пора объявлять результат. Сейчас узнаем. Против Кирилла. Ух, какое напряжение в воздухе. Эти конкурсы мне и нравятся. Сволочный тени. Итак, против Кирилла. Ноль голосов. Ха. Мы облегченно выдохнули. Ноль. Против Маши. Ноль голосов. Я действительно просчиталась. Против Димы. Ноль голосов. Я чуть не убила всех. Против девочки. Три. Голоса. Что? Итого. Единогласным решением в качестве жертвы выбрана девочка. Я не удивлен вообще ни хрена, кстати. Подождите. Как так? Я не понимаю. Три голоса? Что это значит? Какой интересный исход. Почему они проголосовали против меня? Это было счастье у какого-то хитрого плана? Ой, постойте-ка. Так это же вариант развития номер шесть. Кажется, я забыл о нем рассказать. У вас такая дружная компания, и он вылетел у меня из головы. Понимаете? Кто бы знал, что все закончится именно им. Но будем считать его секретным вариантом, о котором не говорится заранее. И только посмейте решить, что я выдумала его на ходу. Ты выдумала его на ходу. Назову этот вариант рокировкой. Возможно, название слегка не подходит, но звучит хорошо и ладно. В общем, суть шестого варианта такова. Если кто-то собирает все шишки, при этом отказавшись от голосования, и жертву он превращается в мстителя. Я? Мстителя? Я не хочу мстить. Это не имеет значения. Еще ты заговорила без разрешения. Учитывая эмоциональность момента, я сделаю поблажку. А в следующий раз всех убью. Ха-ха-ха. Из-за ее холодного образа, от ее холодного образа не осталось и следа. Сейчас она уже в открытую развлекалась. Начнем же второй раунд. Кхе-кхе. Увы. У вас есть шанс попробовать оправдаться. Дима первый. Почему ты проголосовал за девочку? Я, ну, я хотел добиться пятого варианта, когда у всех будет по одному голосу. Я думал, что за нее другие голосовать точно не станут. Брехня. Теперь Маша. Я догадалась, что в голосовании скрыт подвох, и тот, кто наберет больше голосов, на самом деле спасется. Полная чушь. Кирилл следующий. Я? Я тоже. Что тоже? Я спросил от тебя последним, что ты... Чтобы ты успел хоть что-нибудь сочинить. Я, ну, э... Отлично. Ответ, э-э, принят. А теперь время выбирать, девочка. Выбирать, кого из них я убью. Откажешься, и умрут все. В общем-то, вполне себе опция. Считаю до трех. Раз. Постойте, я не могу убить никого из них. Я отказываюсь от мести. Два. Можно. Можно мне выбрать себя, как в прошлый раз. Три. Ту же секунду Кирилла схватила за руки и ноги, потянув в разные стороны. А-а-а. Больно. Чпок. А? Его тело разорвало на части. О, минус один. Все вокруг залило кровью. Внутренности вывалились, упав на землю с гулким шлепком. А-а-а. Кирилл. Нет. Почему его? Нарцисс. Эй, опять говорим без броса. Не стоит испытывать мое терпение. Стиснув зубы, Маша умолкла, еле слышно шмыгая носом. А вот видишь, девочка, твоя нерешительность только что убила друга. В живых могли остаться двое, но теперь шанс есть лишь у одного. Ты убиваешь, отказываясь убить, и спасаешь от... и спасаешь, убивая. Сколько же выживет? Один или ноль. А выбор за тобой. Раз. Я... я выбираю... А... 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 Два. Э... Вот черт. Не лезь. Пускай сама решает. Дима, я выбираю тебя. Извини. После моих слов руки сжали его, как тюбик зубной пасты. Раздался звук дробящихся костей, а голова вздулась и лопнула. Мазки разлетелись по сторонам. Вот это да. Ой. Вот это да. Не знала, что так бывает. Вы видели? Прямо как лопушка. Он не успел даже крикнуть. Зато улыбка так и не сошла с его лица до самого конца. Правда, в этот раз она оказалась зловещей. Так, так, так. Как и планировалось, для третьего раунда остались двое. И обе девочки. Две хороших подружки. Как же мило. Но вместо чаепития с куклами у нас по плану очередной вопрос викторины. Или я говорила, что это конкурс. Блин. Викторина больше подходит. И название получилось стрёмное. Смертельное голосование. Фу. Скукота. В общем, теперь это не конкурс, а викторина. И называться будет раз, два, три. Умри. Поняли? Вы должны ответить, что поняли. Иначе убью. Поняли. Поняли. Вот и славно. Пора меняться ролями. Теперь выбирает Маша. Как будто есть кого выбирать. Не волнуйся. В этом раунде принять решение легче легкого. Нет, серьезно. Никаких больше умрешь ты или она. Правая чаша весов вообще пусто. Надо лишь сказать, сколько мы кладем в левую. Улавливаешь? Итак, мне убить тебя одну или вместе с девочкой? Все ясно. Она не оставит в живых никого. Ее вопросы докатились до абсурда. В этом раунде умрет Маша. А повод убить меня она найдет в следующем. Я хочу, чтобы она тоже подохла. Неожиданно процедила сквозь зубы Маша. Ну вот, я же говорил, что будет просто. Но ты должна убедить меня. Давай же, изливай душу. Я ненавижу ее. Сказав это, Маша повернулась ко мне, посмотрела в глаза и повторила. Я ненавижу тебя. Только и можешь, что строить из себя святошу. А твоей приторной доброты меня тошнит. Нет, я не против добрых людей. Но твоя доброта ненормальна. Она нездорова. Ты всегда играешь роль жертвы. Но каждый раз выходишь сухой из воды. В реальной жизни так не бывает. А этот мир словно подстраивается под тебя. Понимаешь? Твоя доброта и самопожертвование ничего не стоит, если при этом ты ничего не теряешь. Они превращаются в лицемерие. А самое главное, ты приносишь вред окружающим. И нет, я сейчас говорю не о смерти Кирилла. Хотя в ней ты тоже виновата. Я говорю о твоем существовании в целом. Любой на фоне идеальной тебя ощущает себя плохим. За чего люди пытаются поступать лучше себе во вред. И сталкиваются с посредствиями. Иногда с очень серьезными посредствиями. Но не ты. За тебя всегда выступит... За тебя всегда выступит громоотводом кто-то другой. Ты как хотячий, неуязвимый укор всем и вся. Только посмотри на свою апатичную рожу. Она, как обычно, не выражает эмоций. А знаешь почему? Потому что на самом деле тебе все равно. Ты не способна к эмпатии, поэтому... Потому что не способна понять боль о других. Ты ее никогда не испытывала. Поэтому я считаю тебя обычной... Поэтому я считаю обычной смерти для тебя мало. Сострадание. В самом слове кроется ответ. Тебе необходимо страдать, чтобы понять страдания других. Только причинив достаточно боли, можно выявить твою настоящую личность. Тогда мы узнаем на самом деле ли ты настолько добрая. Выгоревший... Выгоревший. 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 Да чтоб тебя. Я уже походу забалтываюсь. Выговорившись, Маша замолчала. Что ж, весьма эффективная речь. Вернее, эффектная. Сказав это, женщина подбросила Машу высоко в воздух. Но ловить не стала. Ее тело с звуком, но достаточно громким звуком, ударилось о землю. Руки и ноги вывернулись в неестественной форме. Где-то торчали кости. Вот видишь. Прохрепела Маша, выплевывая кровь. Как всегда, досталось не тебе. А затем ее взгляд погас. Моя очередь. Тут ачивок в виде цветов надавали. Ой, не та игра. Три из пяти. Мне еще два цветочка надо собрать. Ликорис и подснежник. Спокойно обратила себя к женщине. Что, так торопишься умереть? Или тебя задели ее слова? Спрашиваешь, задели ли меня ее слова? Уголки рта слегка дернулись. Задели ли они меня? Глазали, глазали. Что такое? Глаза еле заметно намукли. Нет. Держись. А ты сама, как думаешь? Но я не смогла. Конечно, они задели меня. Я срывалась на крик. Слезы потекли по щекам. Мои лучшие друзья, те, кого я считала лучшими друзьями, предали меня. Мир вокруг накрыла мутная пелена. Все трое проголосовали против меня. Я не такая дура, чтобы поверить в их отговорки. Это не просто предательство. Не могу утверждать насчет Кирилла с Димой, но Маша искренне, всей душой... Маша искренне, всей душой ненавидела меня. Ты слышала, что она сказала? Я всегда старалась. Я помогала им. Я никогда не делала ничего плохого. И выясняется, что в этом моя ошибка. То, что я не подаю вида, когда мне плохо, чтобы не мешать остальным, делает меня преступницей? Что-то тихо как-то. Но чтобы вы все слышали. Даже вот так сделаем. Когда мы упали в лесу с Кириллом, я вывихнула ногу. Она опухла и дико болит. Мне пришлось остаться там и ждать, когда боль хоть немного отступит. А все ради того, чтобы он не чувствовал себя виноватым. Я все равно пришла на утес, потому что думала, что они начнут волноваться и пойдут искать меня. Я открыла дверь, несмотря на то, что на самом деле была против. И после этого я плохая. Тогда что мне сделать, чтобы стать хорошей? Я так больше не могу. Я делаю все, что в моих силах, и даже больше, но отношения ко мне становятся только хуже. По словам Маши, сам факт моего существования делает меня виновной. Но я не хочу быть в чем-то виноватой. Я хочу существовать, жить. Я хочу, чтобы другие были этому рады. Так что отвечая на твой вопрос, меня черт подери охренеть, как задели ее слова. И ты действительно не видишь источник проблемы? Даже когда Маша ткнула тебя у него носом, внезапно прервала мой монолог женщина. Ты вообще меня слушала? Да, Маша ошиблась в том, что тебе все дается легче других. Однако причиной ее заблуждения было то, в чем она оказалась права. Ненормальная доброта. Разве плохо быть доброй? Когда ты добра вопреки здравому смыслу. Да. Что значит вопреки здравому смыслу? Почему ты не сказала Кириллу про свою ногу? Я ведь тебе объясняла. Да, но выходит ты сделала из маленькой проблемы большую. Это и есть вопреки здравому смыслу. Я сделал это в ущерб себе, имею право. Какая же ты твердолобая. Давай я докажу, что твое добро способно вредить не только тебе. Хорошо. Тогда сыграем последний раунд викторины. Выбирай, кого мне убить, тебя или себя? Опа. Я промолчала. К тому же, если останусь... Я останусь живым, то причиню еще больше боли другим. Ясно. Она подловила меня. Слегка улыбнувшись, я наклонилась подобрать кое-что с земли. Затем подошла к женщине и аккуратно заложила цветочек ей за ухо. Теперь ты выглядишь красивее. Значит, твой ответ... Такой уж я человек. И я не смогу пойти против собственной сути. Ты должна четко сказать это, чтобы я могла быть уверена. Ответ очевиден. Убей меня. Как только я закончила фразу, пледные пальцы обхватили мою голову и резко дернули вверх. Было почти не больно. Ликори сдали. Конец первой части. Спасибо. Ой. Можно, пожалуйста, не пялиться сюда? Это смущает. Ни стыда, ни совести. Ну, чего же ты ждешь? Проваливай. Что значит слово мелитропия? Кто такая, чего добиваешься, что находится за красной дверью? Откуда в лесу волшебный паук? Откуда в лесу волшебный паук? С какой стати мне отвечать? Думаю, тебе уже ясно, что персонажи не будут просто подчиняться твоему выбору. Сначала ты должен заслужить доверие. И только потом к тебе начнут прислушиваться. А иначе, откуда мне знать, на чью ты в итоге встанешь в сторону. Пускай все идет своим чередом. Пока ты лишь наблюдатель, можешь не пытаться отматываться назад и менять варианты ответов. Все они приведут к этой точке без изменений. Однако со временем, когда ты лучше вникнешь в ситуацию, у тебя появится больше влияния. Так что пора прощаться. Увидимся во второй части. И это слегка рановато, но с Новым Годом. И Подснежник. Кайф! Все, пройдено. Аллилуйя. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что, такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok